Несмотря на то, что шесть лет назад коллектив уже привозил спектакль «Мастер и Маргарита», в этом году зал был также полон. Многие захотели познакомиться с довольно необычной трактовкой всем известного романа Булгакова. Порадовал коллектив шемкенцев и искромётной комедией «Примадонны». Этот спектакль в полной мере раскрыл потенциал молодых представителей астанинской труппы, блестяще справившихся с ролями горе-актеров, гонящихся за наживой. Однако более всего поразил зрителей провокационный спектакль «18 плюс. Язычники». Мы были несколько лет назад на «Мастера» ходили, а вчера были на «Язычниках» и сегодня пришли посмотреть «Трамвай желания». Впечатления отличные. Я вчера оставила запись в книге отзывов. Мне вообще нравится творчество такого коллектива, как ваш. Я вот то, что видела вчера, и до этого никогда какого не видела. Я была в театрах и в Москве, и в Петербурге. Но вчерашний спектакль для меня был открытым. Что, Илочка, заблудились? Сказали, сядете сперва в один трамвай. Тут его называют желанием. Потом в другое кладбище. Проедете шесть кварталов, сойдёте на Елисейских полях. В общем, труппа за пять дней показала шесть взрослых спектаклей и порадовала юных зрителей сказками. А завершились гастроли показом постановки «Трамвай желания» Тенниси Уильямса. Актёр театра Денис Аников поделился впечатлениями о нашем зрителе и признался, что хотел бы поиграть у нас ещё. Я не помню шесть лет назад, что зритель был другой. В плане, нас здесь хорошо принимали шесть лет назад и сейчас принимают. Ну и потом, надо здесь, наверное, поиграть. То есть зрителя сразу не раскусишь. Те, которые приходят на нас, если мы приезжаем сюда на два-три дня, то это один зритель. Это, может быть, те театралы, которые всё отсматривают. А это же специальные люди, наши театральные зрители. В жизни столько темня, а я люблю, когда художник пишет с синим, яркими мазками. И на палитре у него только основные, самые элементарные цвета. Теперь столичный зритель ждёт наш Южно-Казахстанский областной русский драматический театр на ответные гастроли. Надежда Вербицкая, Бауржан Джусипов, телеканал ТВК.